День за днём Я так считаю Контрафакт на 8 миллионов Полицейские пресекли незаконную торговлю сигаретами и алкоголем Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии Незапланированные каникулы в Десногорских школах объявили карантин Посещаемость была уже достаточно низкой Учителей болело в районе 20% Учащихся из 777 учащихся больных было 150 Участникам детского творческого конкурса «Дорогами Катюши» вручили награды Я патриот, я хочу себя воспитывать как раз таки свои патриотические качества А теперь об этих и других событиях подробнее Соглашение о строительстве амбициозного проекта на территории Смоленска подписано на 18-м российском инвестиционном форуме в Сочи Глава Смоленского региона Алексей Островский и генеральный директор компании «Мегаполис Смоленск» Вячеслав Тофоров договорились о строительстве гостиницы категории 5 звезд Планируемый номерной фонд проекта – 210 номеров Также площади можно использовать для проведения конференций и форумов Объем инвестиций составляет 400 миллионов рублей Срок сдачи объекта намечен на 2020 год Участники соглашения считают, что этот проект создаст условия для повышения туристической и инвестиционной привлекательности Смоленска 15 февраля Россия отметила 30-летнюю годовщину вывода войск из Афганистана В Десногорске, отметив памятную дату, собрались ветераны-участники тех событий и представители администрации города На мероприятие побывала и наша съемочная группа 30 лет прошло с момента тех событий, а воспоминания шрамом отмечены в памяти этих людей С те времена молодые и полные сил парни, а теперь зрелые и опытные мужчины Они помнят все до мельчайших подробностей Неоднозначная война порушила и изменила тысячи судеб Участники тех событий собрались в стенах Центра культуры и молодежной политики Десногорска На мероприятии также присутствовал глава города Андрей Шубин и депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко Выражаем вам огромную благодарность за то, что ваша отвага, храбрость и мужество стали чьей-то надеждой и спасением Значимость этого события отмечена и корпорация Росатом Совместно с ветеранскими организациями России она выпустила памятные награды Представители администрации города вручили воинам-интернационалистам юбилейные медали Также на вечере выступали музыкальные и танцевальные коллективы города Для этих мужчин встреча со своими боевыми товарищами – это всегда памятное и волнующее событие Мы здесь все собрались, это везунчики, знаете, это везунчики, кому повезло вернуться живым Я очень рад, что сегодня у нас такое мероприятие Собрались наконец-то столько наших друзей, ветеранов Афганцев, с которыми мы очень редко в последнее время встречаемся Когда-то Родина призвала этих людей на поле битвы Эти мужчины смогли достойно и самоотверженно привить себя в бою И это долг любого гражданина своей страны Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ В России могут начать штрафовать водителей за превышение скорости на 10 км в час Соответствующую инициативу выдвинуло Министерство транспорта Российской Федерации Новшество предусматривает штраф 500 рублей за превышение разрешенной скорости движения на 10-20 км в час А за превышение скорости более чем на 20 км в час увеличить ныне существующие санкции В то же время в госавтоинспекции с осторожностью отнеслись к данной инициативе Там считают, что для начала нужно провести ревизию дорожно-транспортной сети на предмет необходимости подобных нововведений В Смоленской области полицейские пресекли торговлю немаркированными сигаретами и алкоголем Общая стоимость изъятого контрафакта составила не менее 8 миллионов рублей Подробности в сюжете Реализация подделок на территории областного центра занимались три жителя Смоленска Их удалось задержать благодаря оперативной информации и оперативно-розыскным работам сотрудников полиции Силовую поддержку при задержании оказал специальный отряд быстрого реагирования Полицейские остановили машину на 279-м километре автодороги Москва-Минск Она перевозила 50 тысяч пачек сигарет без акцизов стоимостью более 2 миллионов рублей Далее в ходе расследования полицейские обнаружили 10 гаражных боксов В них злоумышленники хранили более 50 тысяч пачек контрафактных сигарет Более 7 тысяч бутылок с алкоголем и около 7 тонн спиртосодержащей продукции Дома у одного из задержанных нашли около 800 тысяч рублей Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Сафоновский Возбуждено уголовное дело по признакам преступления Предусмотренного статьей Уголовного кодекса Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки И нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации Задержанным жителям Смоленска грозит лишение свободы сроком до 6 лет И штраф в размере до 1 миллиона рублей В понедельник, 18 февраля, среди белого дня произошла авария на въезде в город Минивэн и кроссовер не смогли распределить очередность проезда перекрестка И совершили дорожно-транспортное происшествие Микроавтобус отделался кузовными повреждениями У кроссовера дефекты более серьезные Здесь есть знак под фуром, он не может уходить налево Фура загородила движение этому человеку, ну, обзор Мы двигались, он выскочил, мы попали в аварию, естественно Что могу сказать зрителям города Десногорска? Будьте внимательнее на дорогах Далее в происшествии разбирались сотрудники ГИБДД При этом перекресток подтвердил свою славу самого аварийного участка в Десногорске Несмотря на открытый обзор и отсутствие препятствий Большинство аварий случаются именно здесь О криминальной обстановке в городе сообщил руководитель группы по работе С личным составом ОМВД России по Десногорску Сергей Чулков За прошедшую неделю в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску Поступило 93 сообщения и заявления от граждан Раскрыто 3 преступления Выявлено 107 административных правонарушений В том числе за нарушение правил дорожного движения 91 Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 2 Антиалкогольные статьи 6 Прочие 2 Преступление террористической направленности не выявлено 14 февраля все школы города закрылись на карантин Высокая заболеваемость простудными заболеваниями нарушила привычный школьный процесс Классы пустуют, в коридорах непривычная тишина Подробности в сюжете Несмотря на то, что школьный карантин в полном разгаре Учителя и остальной персонал продолжают работать в обычном режиме Классы ежедневно проветриваются Проводится дезинфекция полов, дверей и стен Все ученики ежедневно выполняют домашние задания дистанционно Учителя записывают их в электронный дневник Круглосуточный доступ к которому есть у учителей, учеников и их родителей Детям роздано задание для подготовки к экзаменам Они сдают экзамены 11 классы тоже решают тесты У них индивидуальные задания розданы 10 класс работает над программой по изучению производных После завершения карантина 22 февраля Особых трудностей в обучении Из-за вынужденной приостановки занятий Учителя не ожидают Возникнуть проблем не должно Потому что карантин у нас уже не первый год Случается Поэтому схема у нас уже отработана В первую очередь учащиеся получают дополнительные задания Перед тем, как уйти на карантин Затем учителя корректируют свои рабочие программы И пока школьники обучаются дистанционно А школы пустуют Коридоры детской поликлиники напротив переполнены Число заболевших детей составляет 20% от всех учащихся Большие очереди к участковому терапевту еще раз подтверждают Карантин объявлен не напрасно Есть осложнения в форме атитов и синуситов Этих детей направляют на лечение к лор-врачу Зафиксированы случаи пневмонии Заболевшие проходят лечение в стационаре детского отделения Пока, в принципе, я думаю, что это пик заболевания Потому что, судя по количеству вызовов В понедельник 11 февраля и сегодня В понедельник 11 февраля было 147 вызовов На сегодняшний день 144 вызовов В группе риска прежде всего находятся дети от 2 до 7 лет Дети со слабленным иммунитетом Часто болеющие дети Имеющие хронические заболевания И те, кто не сделал своевременно прививку от гриппа Для того, чтобы не пополнить число заболевших Необходимо соблюдать ряд правил Нужно соблюдать санитарно-гигиенические правила То есть мыть её рук Проветривать помещение почаще Проводить влажную уборку Избегать многолюдных мест Носить маску, которая также уменьшает попадание вируса В дыхательные пути В здоровом теле здоровый дух Укреплять иммунитет Заниматься спортом и сбалансированно питаться Делая упор на фрукты и овощи Советуют медики А в зимний период лучше принимать поливитамины Завершится карантин в школах 22 февраля И классы вновь заполнятся детьми Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ В ближайшие 3-5 лет планируется внедрение Системы распознавания лиц во всех крупных городах России Камерами оборудуют центральные улицы городов Транспортные узлы и другие многолюдные места Данная инициатива обсуждалась в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи Сообщается, что это нововведение Значительно повысит безопасность населенных пунктов Система поможет не только бороться с преступностью Но и находить потерявшихся детей Технологии уже пробированы в ряде городов В ходе чемпионата мира по футболу 2018 года Отмечается, что внедрение системы будет очень активным Потому что в этом заинтересована и публичная власть И сами горожане Литературные и художественные навыки Потребовались юным участникам Патриотического конкурса «Дорогами Катюши» Результаты стараний были отмечены на церемонии награждения участников О том, как это было, смотрите в сюжете 15 февраля в здании администрации Десногорска Состоялось торжественное мероприятие Юные ученики и их преподаватели Собрались для награждения за творческий конкурс Маленькие патриоты предоставили жюри Свои работы на военную тематику Качество работ проверялось профессионалами своего дела Мастерство оценивали заслуженные художники И представители Смоленского государственного университета Награды ребятам и их преподавателям Вручил член Совета Федерации от Смоленской области Сергей Леонов Конкурс организован Смоленским отделением Международного фонда «Российский фонд мира» Мероприятие направлено на раскрытие творческого потенциала детей А также на формирование патриотического и позитивного отношения К своей стране и миру В целом, этот конкурс направлен на то, чтобы ориентировать детей И взрослых, педагогов Для того, чтобы бороться за мир во всем мире Потому что мир – это самая главная ценность, которая есть у человечества При этом отметили стабильно высокое качество работ детей из Десногорска Ребята постоянно участвуют во многих конкурсах фонда И часто достигают заметных результатов Меня это очень сильно мотивирует Потому что мне очень бы хотелось развиваться и воспитывать себя Я патриот, я хочу себя воспитывать как раз-таки свои патриотические качества Благие дела начинаются с малого Без сомнения, подобные начинания сделают наш мир чуточку светлее Виолетта Ефименко, Олег Соловьёв, Виталий Степанов, Александр Ерофеев Десна-ТВ Теперь о погоде 19 февраля в Десногорске будет солнечно Днём около нуля, ночью до минус 12 На этом выпуск завершён Ещё больше новостей на нашем сайте Десна-Дефис-ТВ.ру С вами был Олег Соловьёв Всего хорошего Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»